Тут какая-то, опять же, линия, да, то есть по этой линии, когда вы смотрите прямо, клиент смотрит прямо, вы можете определить, что у него есть завал, да, ниже линии, вот это будет ошибка, очень плохая, такая прям часто, которую можно не делать, если его сканировать на горизонтальную линию. Это именно работа в эскизе по стрелочке. У меня, к сожалению, нет черного карандаша, но я буду показывать вам тем же карандашом, который заточен просто остренько, самозатачивающийся. И также у нас в работе светлый карандаш для отрисовки линий вот этих ограничивающих эскиз, чтобы он у нас не заваливался. Основная задача, чтобы эскиз не заваливался, это, в общем, так же легко сканируется, я это делаю бусами, как вы уже поняли, вот, бусами это можно делать нитью любой, какой вы хотите. Смысл в том, что сканирование идет по линии поперек, вот, сейчас я выключу пока комментарии. Вот, сканирование идет от линии поперек. Если ваша стрелка падает ниже этой линии, значит вы ее завалили. Поэтому очень внимательно смотрите на то, что система сканирования, она работает не только в отрисовке эскиза бровей, она также работает в отрисовке эскиза стрелок. И также работает в отрисовке в эскизе губ. Просто вы этого, ну, как бы, может быть, ну, не используете, не знаете таких приемов. Вот, а у меня такие приемы возникли, я, в общем, им прекрасно пользуюсь, когда мне надо, они мне помогают. То есть они не всегда нужны, но часто очень помогают. То есть эскиз стрелки, ну, а также мы отсканировали, посмотрели ровненько. Здравствуйте. Ну, то есть вы, например, нарисовали. И когда клиент смотрит вот так в сторону, вы здесь можете заточенным карандашом вывести линию, затушевать ее. И у вас всегда есть направляющая. Но направляющая, она все-таки красиво смотрится из белого цвета. Вот, поэтому... Вот, в чем суть этой направляющей? Во-первых, она не заваливает горизонт. Она всегда идет... Я ее тоже не могу сказать, что я ее использую, но я вам показываю как вариант. То есть вот. Все. А дальше уже у вас есть возможность куда вывести кончик. Не знаю, видно вам там, не видно. У меня вообще экран затененный. Вот. И дальше уже убираем нижнюю часть. Направляющую делаем. Если это будет теневая работа, значит, отрисовываем зону под тень. Она, как правило, начинается у нас с первой трети. Ну, та форма, в которой сейчас я это рисую. То есть у нас есть вот эта линия, которая определяет, где эскиз не должен падать ниже. Так же, как и с бровями. То есть вот какая-то, опять же, линия, да? То есть по этой линии. Когда вы смотрите прямо, клиент смотрит прямо, вы можете определить, что у него есть завал, да, ниже линии. Вот это будет ошибка очень плохая, такая прям, частая, которую можно не делать, если его сканировать на горизонтальную линию. Естественно, если у человека есть складка, да, вот как у меня, то выводить вот сюда вот стрелку, на самом деле, если только во время макияжа. Вот. А теневую можно сделать. И теневая у нас начинается вот с этой точки. Почему? Вот как этот радужка, край, внутренний край радужки, он идет, от него идет расширение на стрелочку, если хотите ее теневую сделать. Я не помню, какие у нас там 70-е года, когда такая форма... Сейчас я вам быстренько покажу, какая форма. Вот в таком. Вот если такую стрелку рисовать, стрелку, она будет по низу идти стрелкой, а вверх у нее будет затушеванный, ой, затененный, просто теневая работа. Вот это все вверх, это все тень. То есть, да, вот эта часть стрелки здесь теневая. Такая стрелка, она начинается вот из этой точки. Вот. И с этой точки она уже начинает расширение и переходит вот в этот хвостик. Вот хвостик тоже может быть на самом деле маленький, может быть большой. Тут очень сильно зависит от того, какое строение вот здесь. Ну, понятно, что есть разные стили этих стрелок, но главная задача вот здесь вот не завалить. Поэтому горизонтальная линия, вот эта белым отрисованная, она очень многим, особенно новичкам, будет помогать. При хорошем натяжении все это прорисовывается. Видите? Вот. Ну, в общем, принцип такой, что вы ничего такого лишнего не нарисуете, если у вас это есть. У нас всегда идет работа тоже по анатомии. То есть у вас должно быть видение анатомического строения, но если даже его не видно, как бы можно всегда посмотреть по выступающим верхним точкам. Да, то есть вот. И вот. И вот. И вот. Продолжение следует...